Друзья, продолжаю знакомство с городом Схинвал. Знакомство с Схинвалом. С вами Гуран Гарсанов. Я нахожусь сейчас на левобережье. Вот. Авагимовы, вы меня будете смотреть, узнали, наверное, свой дом. Вот здесь у нас Схинвальский наш республиканский военкомат. И тут же вход в наш парк, который сейчас реконструируют, все-таки, надеюсь. Раньше был парк имени Ленина, сейчас это парк имени Валерия Хубулова. Вот туда наверху уже восточная окраина города Сгудерская высота. Вот. Нахожусь в районе Старого моста. Сейчас чуть-чуть спустимся вниз. Я вам его покажу. Мост очень старый. Больше ста лет. Он бы ранее был деревянный, а сейчас он бетонный. Его бы чуть-чуть подреставрировать. Смотрите. Прямо на берегу реки Ляхва. Видите, вот там белую веранду. Она была в свое время как визитная карточка города. По многих фотографиях. Многие его фотографировали. Наверху деревянная веранда. И такая резьба по дереву. Очень интересные вещи. Здесь же находился ГЭС. Который был построен в конце 40-х, начале 50-х. Опять-таки, поправьте меня, если я ошибаюсь. Сверх крутости считалось, наверное, в любое время. По крайней мере, в моем детстве. Если кто оттуда спрыгнет вниз. Ну, хотя бы ногами вниз. Но самые-самые-самые крутые, к коим я не относился, прыгали туда вниз головой. Но это очень опасно, потому что там пучина, которая засасывает. И как в стиральном машине прокручивает. Вот. Сейчас постараюсь вам его снять тоже. Ну, нереально там круто. Если прыгать, и опасно очень, кстати. Нотскенвальцы всегда были крепким народом. В общем, мы ничего не боялись. Вот вам еще, пожалуйста, старый мост. Первые фотографии, они появились в 1905-1910 году, по-моему. Вот тогда он уже был бетонный. А датируется он где-то 1800-ми годами. Когда он еще был деревянный. Вот, половодие еще не началось. То есть, таяние снеговища не началось. Так что, вода пока нормальная. Когда лягва разливается, он доходит вот аж до Сюдова. Почти до домов. Вот, в 91-м году, после землетрясения, когда наверху в горах образовалась дамба, воду прорвали, подорвали дамбу. И практически затопило всю левую сторону города Схинвал. Жители, которые у меня в друзьях есть в фейсбуке, с левобережья не дадут мне соврать. Вот, старая черта города. Старая сторонка. Здесь же мегазавод был. Недалеко. В общем, город Схинвал. Сейчас продолжим. В общем, как я вам и обещал, здесь очень шумно. Но постараюсь показать. Видите вот эту пучину? Сейчас все поизносилось, но представьте, вот с этих мест, вот с этого бетона, нырять вниз головой. Это не то, что стиральная машина, это хуже. Это какое-то адское колесо, которое тебя перекрутит вот так. Но люди прыгали. И оставались живы. Вот. Река Лиасма. Утекает это в сторону Грузии. Дальше на ту сторону проходил мост. Он обвалился. Не знаю почему. Наверное, просто износился. Оцените масштаб. Ну что, найдется смельчак, кто-то сюда прыгнет, туда. Я прыгал один раз. Ну что, страшно было. И пожалуйста, вот уже старый мост. Здесь уже река течет тише. В половодье он поднимается довольно-таки высоко. Практически вот докладки. Это уже северная часть города. Когда была сильная половодья, обычно спускали вот эти ворота. Ну как ворота, они называются... В детсах как-то по-другому называются. Представлять, если здесь такой кадр, то какие ощущения бывают в больших детсах. Вот, пожалуйста, сейчас будет отсюда другой вид. Вот, здесь уже тише. А, здесь, кстати, вот сейчас могу сказать, когда он был построен. На дамбе написано, что 1951 год. Вот, столичка лет. Теперь буду точно знать, когда он построен. Есть, построен в 1951 году. Старый квартал. Вот сзади церковь видно, кстати. Вот он, симпатичненький дом. Левобережье. Наш известный в городе Барт, кстати, сейчас Валерия Вагимов выходит из дома. Элла, знак Тибир. Валерия Вагимов, и дальше. В общем, может быть, не красочный видеорепортаж, но познавательный. Будете знать город без прикрас, но в то же время город с душой. Почему я снимаю, кстати, утром? Потому что, когда снимаешь днем, очень много интересующихся, которые подходят и спрашивают, а что ты снимаешь? А зачем снимаешь? Для кого снимаешь? Для нас снимают, для нас. Для нас, чтобы от Скинвали знали больше. Ну, а для самих Скинвальцев, которые сейчас живут далеко-далеко за пределами родины, чтобы не скучали, а смотрели на Скинвал и пускали милую, милую, милую скупую слезу. Плакать не надо, надо приезжать и давайте восстанавливать наш Скинвал вместе. Он у нас единственный, маленький, красивый, неповторимый и самый уютный. Вот. С вами был Гурам Гварсанов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова